Привет, дорогие друзья! Как я и обещал, запишу для вас практические советы, как правильно поститься, как подготовить свой организм, как поститься, как выйти из поста, для того, чтобы иметь максимальную эффективность от поста. Да, об этом, возможно, не написано в Библии, как и не написано, что в Библии нужно чистить зубы или ходить в туалет и пользоваться бумагой, но есть средства гиены, которые помогают, скажем, нашему телу. Поэтому, дорогие, это будет практическая часть к тому, о чем мы говорили в двух темах. Первая из них — это обновленные мехи, и вторая — польза поста для духа, души и тела. Потому что, имея понимание, какую мы будем извлекать пользу, мы будем к этому стремиться и, возможно, платить определенную цену, готовы что-то приобрести. Так же самое, как Иисус сказал, что кто увидит сокровище на поле, тот готов продать что-то, чтобы приобрести все поле ради сокровища. Поэтому, где наше сокровище, там наше и сердце будет. Поэтому, дорогие, пусть эта практическая часть, она послужит, чтобы подготовить свое тело и минимизировать определенные плохие чувства, минимизировать интоксикацию в организме. Потому что я часто слышал, что люди, которые не практиковали пост, не знают, как поститься, они просто живут обычно жизнью, потом в какие-то дни решили не есть, а потом опять начинают есть. И они называют это пост, но для них это пост — это действительно мучение. Это не в радость, это такая жертва, потому что действительно организм, он проходит такой стресс, он получает интоксикацию, он не может нормально перестроиться. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это практические вещи. Итак, первое, о чем я хотел сказать, нужно поститься не меньше 2-3 дней. Почему? Потому что один день он не перестроит организм на внутреннее, эндогенное, внутриклеточное питание кетоновыми телами. Это происходит только на 2-3 день, и то, если правильно подготовить организм до поста, чтобы потом уже чувствовать себя хорошо. Организм будет питаться за счет внутренней энергии, у каждого человека достаточно. К примеру, скажу, 1 грамм жира внутреннего, он высвобождает 9 килокалорий. То есть, 1 килограмм внутреннего лишнего жира, он высвобождает 9 тысяч килокалорий. А что такое 9 тысяч килокалорий, если нам на день нужно примерно 2 тысячи килокалорий? То есть, примерно неделю вы спокойно можете жить на внутренних запасах жировых, не считая уже белковых разных лишних отложений и так далее. Поэтому спокойно можно входить в трехдневный пост, подготовив организм для максимального оздоровления и максимального эффекта, о котором я говорил в двух темах. Это обновленные мехи и польза поста для духа, души и тела. Потому что там именно я разложил все три функции человека, и дух, и душу, и тело, что мы имеем во время поста, как высвобождаются духовные ресурсы, как они становятся для нас понятны. Мы, живя в теле, часто привыкли телом и чувствами своего тела реагировать на окружение. И тем самым мы воспринимаем и взаимодействуем с окружением по тому, как мы на него реагируем. Но наши чувства обманчивы, плоть обманчива, тело обманчиво. Единственное, что стабильно, это божественный духовный мир, царство Божье, истина, которая во Христе. Но чтобы эту истину увидеть, нам нужно заглушить голос нашего тела, заглушить голос нашей плоти, наших страстей, похотей, желаний, смирить себя. Как Павел говорит, я порабощаю тело мое. То есть есть определенные моменты, которые нам мешают видеть духовный мир, слышать духовный мир. И об этом говорил Иисус, когда сказал, что когда жених будет отнят, тогда будете поститься. И не вливают новое вино в старые мехи. Итак, дорогие, я верю, что вы хорошо прослушали и хорошо проработали эти две темы, которые имеют отношение к духовной части, чтобы понимать всю ценность. И теперь мы будем приступать к практической части. Как я уже сказал, что лучше брать три дня и больше. Три, пять, семь дней для эффективного поста. Но мы будем сегодня рассматривать три дня как более оптимальный для нашей жизни, потому что три дня нам легче всего выделить в месяц или несколько месяцев, для того, чтобы максимально извлечь пользу от поста. Почему не один день? Потому что односуточный пост, он не переключит наш организм на внутриклеточное, внутреннее питание за счет кетонов. И это будет лишь переходной такой период в течение суток, где тело будет очень стянать, кричать, дай поесть, хочу поесть, найди мне еду. Вот, я не привык голодать, и этот голос плоти мы будем слышать ярче всего, сильнее всего. И в это время очень сложно читать, молиться, размышлять о Боге, потому что наши тела и наши чувства, они настолько привыкли постоянно питаться от этой земли. Поэтому я предлагаю, как самый оптимальный вариант для нас, это трехсуточный пост на воде, потому что именно после первых суток на вторые сутки будет переключение организма на внутриклеточное питание за счет тех жировых отложений, которые есть у каждого. Они могут быть видны, они также могут быть и не видны, но между органами все равно есть определенные жировые отложения, как жировой запас, как запас энергии, которую мы можем использовать во время поста. Потому что раньше люди жили без супермаркетов, без холодильников, и они могли в какое-то время найти животное, приготовить или найти что-то растительное, приготовить, поесть, но в какое-то время, в течение нескольких дней, они могли и не найти что-то. Поэтому они не падали мертвые, потому что они не нашли, как машина едет, бензин закончился, она останавливается, глохнет, и ты уже ничего не сделаешь, пока не зальешь бензин. Наши тела, они живут за счет той энергии, которую мы получаем вследствие того, что мы едим. Если мы не едим, то наше тело переключается на внутреннее питание за счет кетона. Кетоновые тела, они вырабатываются за счет окисления жировых тканей, жирового того депо, запаса, которое тело накапливает днями, годами, некоторых десятилетиями, но оно ни разу не востребовано. И наше тело не привыкло отдавать, наше тело привыкло брать, брать, брать. Но иногда складывается такая картина, как будто, знаете, миллионер сидит у дороги и просит денег, просит дайте мне, дайте мне еще, дайте мне еще, но у него на счету миллионы. Но он сидит, он не покупает за те миллионы одежду, не покупает за те миллионы дома, машину. Он просто берет, берет и берет. Так вот, наше тело, оно предназначено не только брать, брать, брать. Оно функционирует в двух таких направлениях. Это брать и отдавать. То есть мы берем пищу, мы принимаем пищу, это все переходит в энергию, у нас есть энергия. Этой энергии, которая выработалась за счет того, что мы что-то съели в течение суток, нам достаточно на следующие сутки, чтобы мы ничего, скажем, не ели. Потому что этой энергии в глюкозе, в крови, в сахаре, в крови достаточно на 370 килокалорий. Это примерно на 5-6 часов обычной повседневной жизни, чтобы наши мозги работали, чтобы мы что-то физически делали обычные 5-6 часов, скажем так. И мы должны понимать, что есть еще гликоген в печени, которого достаточно, там, на 1700 где-то килокалорий. И этого гликогена достаточно, чтобы ты спокойно жил в течение, там, 18-20 часов. Вот. И это быстрая энергия, которая вырабатывается за счет того, что мы принимаем пищу внутрь, она переваривается, перерабатывается и усваивается, и мы получаем такую быструю энергию. Но мы говорим за 3 дня, и у вас сразу появляется вопрос, а как же сутки пройдут, эта энергия истратится, если я не буду есть, где же я возьму энергию? Сразу я отвечу на этот вопрос. Организм перестраивается на второй источник энергии. При этом он не может одновременно из двух брать. Он либо берет из одного источника, либо берет из другого источника. Второй источник энергии это за счет кетоновых тел, которые вырабатывает печень за счет окисления жировых отложений. То есть жир при расщеплении, он имеет возможность давать 9 килокалорий. То есть 1 грамм лишнего жира в нашем теле, это уже 9 килокалорий. 1 килограмм лишнего жира, догадайтесь, это 9 тысяч килокалорий. А 9 тысяч килокалорий это нам хватит на неделю. Ну скажем так, нам нужно в сутки там 1700 или 2000 килокалорий, чтобы сутки прожить обычной такой нормальной размеренной жизни, скажем без спортзала. Для спортзала надо больше. Так, и мы идем дальше в 3 дня поста. Значит, самое важное это подготовка. Потому что, чтобы организм переключился за первые сутки на внутреннее питание, нам нужно подготовить свой организм. Потому что, если мы не подготовим, мы тогда за эти 3 дня можем и не переключиться. Либо переключится организм в конце третьих суток. Нам нужно подготовить свой организм, свое тело, для того, чтобы во время этого поста мы не испытывали интоксикацию, мы не испытывали серьезный дискомфорт, мы не мучились. И чтобы это время максимально было полезно для чувствования духовных сфер и для оздоровления нашего тела. О тех процессах, которые проходят в нашем теле, я говорил в этой теме «Польза поста для духа, души и тела». Пересмотрите обязательно. Итак, подготовка. Подготовка к посту. В это время мы не едим тяжелую пищу. Мы убираем кофе, мы убираем сахар, мы убираем мясо, мы убираем молочные продукты, мы убираем хлебобулочные продукты, мы убираем сладкие напитки, кока-колу и так далее, все, что содержит сахар. Постарайтесь в это время убрать эти продукты. Убрать майонезы, соусы, консервации, все, что содержит сахар. Пирожные, печенье. Постарайтесь убрать. Чем больше вы возьмете срок без вот этих продуктов, которые тяжелые для нашего организма и которые вызывают большой всплеск инсулина, тем лучше будет по самочувствию вам входить в трехдневный пост, потому что ваш организм уже будет урегулирован. Да, будет время, когда состояние без кофе, оно будет для вас каким-то мучительным, но лучше его пережить за два, за три дня до поста, чем во время поста, потому что это все наслаивается. Инсулинорезистентность может наслоиться. Зависимость от кофе, как от такого стимулятора, это тоже будет наслаиваться. Я сейчас говорю о том, что лучше подготовить за несколько дней. Хорошо, идем в пост. Давайте определим по дням. К примеру, чтобы правильно нам считать, давайте начнем с начала недели. У каждого это может свой быть день, начало, старт, поста. Но для того, чтобы понятно было для всех, начнем с начала недели, понедельник. Если мы приняли решение в понедельник начать поститься, значит мы должны уже подготовиться в воскресенье. В воскресенье что мы делаем? В воскресенье мы не едим сахар, мы не пьем кофе, мы не едим хлебобулочные продукты, мы не едим молочные продукты. Мы держим свой организм на растительной пище. Это салатики. Вы можете также супчики есть, можно кашки есть. Постарайтесь в это время не набивать свой живот. Не надо входить в пост с таким чувством, я сейчас наемся, потому что я потом есть не буду. Это очень неправильный подход. Лучше подготовить свой организм правильно, чтобы не было потом отката от интоксикации и так далее. Потому что пища, которую вы съедите, она все-таки влияет на ваше самочувствие, состояние и метаболические процессы и гормональные процессы в нашем теле. Поэтому это очень важно, подготовить свой организм. И мы прекращаем в воскресенье прием пищи в 4-5 вечера. То есть после 4-5 часов вечера мы уже не едим. Последний прием пищи в 4-5 часов вечера легенький, слабенький салатик или супчик. Если чай, то без сахара, без меда. То есть мы убираем максимально углеводы, особенно быстрые углеводы. Убираем мед, убираем печеньки, убираем шоколадки, убираем тортики, пироженки. То есть мы убираем быстрые углеводы, чтобы не было уже этих всплесков инсулина в нашем теле, как реакция на тот сахар, который быстро появляется в крови. И нам лишние калории сейчас не нужны. Поверьте, калории от углеводов нам нужно в этот день, в воскресенье, меньше всего. Идем дальше. И готовим с вечера такие ингредиенты для того, чтобы в понедельник утром мы могли прочистить весь желудочно-кишечный тракт при помощи определенных ингредиентов. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы входя в пост, мы могли очистить желчный пузырь от желчи. Потому что наша печень, она вырабатывает желчь круглосуточно. Спим, едим, чтобы мы не делали. Печень вырабатывает желчь. И она собирается в желчном пузыре. И в этом желчном пузыре она накапливается. И когда мы входим в трехдневный пост или больше, нам не нужно переизбыток этой желчи, чтобы он не раздувался, он не беспокоил нам. Нам нужно его опорожнить. Второе, нам не нужна лишняя пища в желудочно-кишечном тракте, которая там задерживается. Нам нужно просто очистить, чтобы максимально быстро перевести организм на внутреннее питание. Поэтому мы запасаемся такими ингредиентами. Первое, это магнезия, сульфат магния. Она продается в аптеке. Магнезия выпускается в пакетиках по 25 грамм. Вам нужно 2-3 пакетика. Дальше мы покупаем в магазине 2 бутылки воды минерализованной, щелочной, поляна, квасово. Либо аналог тоже, смотрите, чтобы она была минерализованная, там 4,500 и выше, минерализация. Поляна квасово идеально подходит. Мы берем 2 бутылочки по 1,5 литра. И с вечера выпускаем газы с нее, чтобы она была утром без газов. Это важно, это обязательно. И третье, что нам нужно, это грелка. Обычно медицинская грелка, которая откручивается, резиновая грелка, заливается водой. И это нам нужно на утро, чтобы уже у нас утром было. Так, мы ложимся спать на голодный желудок, никаких чайков не пьем. Если мы пьем, то только водичку после 5 вечера воскресенья. Итак, дорогие, понедельник утро начинается самое-самое интересное. Потому что именно в это время мы начинаем чистить ЖКТ от той пищи, которую мы приняли вчера. И мы должны от нее избавиться для того, чтобы организм максимально быстро мог перестроиться на внутреннее питание. Плюс мы должны убрать лишнюю желчь с желчного пузыря, чтобы она не выходила и не раздражала нам пустой кишечник. Итак, дорогие, эта процедура называется тюбаж, либо слепое зондирование. В интернете есть много информации об этом. Этим пользуются медики в санаториях. В этом ничего страшного нет. Мы будем использовать магнезию, которая имеет 3 основных функции. Первая функция магнезии это слабительное средство. Вторая функция магнезии это желчегонное средство. То есть лишняя желчь, она будет выгнана из желчного пузыря и нам не будет доставлять дискомфорта во время поста. И третья функция после того, как будет принята магнезия, наш организм не будет, скажем, полдня просить еду. Потому что притупляются рецепторы, притупляется вот это чувство голода. Поэтому она в какой-то степени поможет нам первое время продержаться без еды. Потому что у тех людей, у кого постоянно утро, обед, вечер, перекусы, которые привыкли жить на углеводистой пище, у них развита очень инсулино-резистентность. И это зависимость от углеводов, от быстрых углеводов, от вкусных шоколадок, вкусных конфеток после еды. Чаёк надо, кофеёк чем-то обязательно закусить сладеньким. И это развивает инсулино-резистентность. Поэтому первое время после чистки вам будет, скажем, легче пережить вот этот разрыв. Я хотел добавить, прежде чем мы будем делать раствор магнезии, что те люди, кто не может переносить сильно горький вкус магнезии, это вызывает рвотные рефлексы, вы не можете выпить стакан с магнезией, вам лучше тогда в аптеке купить сорбит, фруктовый сорбит. Его покупают диабетики, чтобы заменить сахар, и он тоже не усваивается в кровь, выходит транзитом, он очень сладкий. Поэтому здесь такая вот альтернатива. Либо магнезия, либо сорбит. Вот, либо горькая, либо сладкая. Но нужно либо горькая, либо сладкая. Вот такая вот альтернатива. Но лучше использовать магнезию, потому что магнезия имеет три хороших основных медицинских свойства, которые нам помогут. Итак, мы готовим магнезию. Мы берем стакан теплой воды. Почему именно теплая вода? Температура нашего желудка примерно 42 градуса. Если мы выпьем холодную воду, будет задержка этой воды в желудке, пока она не прогреется, чтобы она пошла дальше по кишечнику. Значит, мы берем стакан теплой воды до 40 градусов и растворяем столовую ложку магнезии. Столовая ложка с горкой. То есть, практически весь пакетик надо высыпать на ложку и размешать в стакане воды. Выпиваем как можно быстрее эту воду и ложимся на правый бок. При этом берем грелку, которую мы уже подготовили. В этой грелке должна быть теплая вода примерно около 80 градусов, так, чтобы она не отпалила ваше тело. Можно завернуть там в какую-то тряпочку, но так, чтобы она хорошо прогревала вашу печень. Ложимся обязательно на правый бок. Располагаем грелку так, чтобы она перекрывала ребра и ниже немножко под ребрами, потому что у каждого печени она может по-разному там размещаться. У кого-то она увеличенная, она идет еще ниже. Так, чтобы она была примерно вот по диагонали, своей горловиной смотрела к солнечному сплетению. Так мы располагаем грелку, удерживаем эту грелку на печени, при этом мы должны лежать на правом боку. Это обязательно для того, чтобы та желчь, которая была собрана в желчном пузыре, она могла через финтер-оди спокойно высвободиться в 12-перстную кишку и вместе с магнезией уйти дальше. Поэтому очень важно лечь именно на правый бок. Значит, мы лежим так 40 минут. В это время вы почувствуете какое-то бурление, какой-то дискомфорт. Это уже, возможно, процесс пошел. Так нужно лежать 40 минут на грелке. Если вы чувствуете, как будто тяжесть в желудке и этот раствор не пошел дальше, сделайте, пожалуйста, такие упражнения. Вы можете встать на свои ноги и сделать подъем рук вверх и их опускать. Подъем вверх, опускать. Так по 5-7 раз поднятие, опускание рук для того, чтобы растянуть и сжать немножко свою брюшную полость. Потом мы делаем скручивание. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Мы делаем эти упражнения, чтобы помочь в перистатике кишечника заработать и продвинуть дальше. Следующее упражнение, которое можно сделать, это, скажем, лечь на пол, как будто мы отжимаемся и вытянуть, подняться на руках, таз при этом прижат к полу, подняться максимально за счет позвоночника, свое туловище выпрямить. Опять лечь, опять выпрямить. Таким образом, мы опять растягиваем, сжимаем желудочно-кишечный тракт и пища будет проходить дальше без каких-то дополнительных усилий. Мы можем сесть также на корточки, взяться за колени и вначале в левую сторону колена, к полу опускаем, поднимаем, потом в правую сторону, в левую сторону, в правую сторону. Потом мы можем встать на ноги, на носочки подняться и на пятки опуститься. На носочки подняться, на пятки резко опуститься, чтобы сделать определенную встряску. Такие упражнения мы делаем где-то по 5-7 повторений, чтобы та тяжесть, которую вы почувствовали, пища застопорилась, чтобы она могла дальше пройти и быстрее это все дело вышло. После упражнения мы опять ложимся на грелку, лежим и ждем, пока все процессы там пройдут. Почему важно лежать, а не ходить ничего не делать? Чтобы расслабить свинтер одди, через который будет желчь поступать в двенадцатиперстную кишку, и чтобы протоки печени, они тоже были максимально расширены, чтобы лишняя застоявшаяся желчь, она могла выходить. И печень, прогревание печени, оно помогает выходить этой застоявшейся желчи. Если у кого-то есть проблемы с желчекаменной болезнью, вам, конечно, до этого следует обратиться и проверить УЗИ, насколько большие камни. Если там маленькие камни, несколько миллиметров, они выходят без проблем. Если уже камни в районе сантиметра, то, конечно, это может спровоцировать движение по каналам и может вызвать определенные острые боли. И, конечно, здесь уже нужно будет хирургическое вмешательство для того, чтобы излечь эти камни. Поэтому лучше до этого сходить, наверное, на УЗИ, проверить желчный пузырь, если там большие камни. Маленькие камушки не доставляют никакого дискомфорта. Хорошо. Таким образом, мы лежим 40 минут на грелке. По прошествии 40 минут нам нужно взять и еще сделать один раствор магнезии. Берем опять один стакан теплой воды, растворяем в нем ложку магнезии, смешиваем и выпиваем. Кто пользуется сорбитом, вам нужно взять две столовые ложки с горкой сорбита. размешать и выпить. Итак, мы ложимся на вторые 40 минут на грелку, на правый бок, подложив грелку на печень. Мы лежим на грелке до тех пор, пока не будут позывы в туалет. Мы идем в туалет, и у нас начался процесс искусственной диареи. Это может продолжаться. Каждые 10 минут, у кого как, нужно уже начинать пить ту воду, которую вы подготовили с вечера. Поляна Квасова, либо альтернатива, лужанская вода есть. Итак, прежде чем пить щелочную воду, она должна быть подогрета. Подогрета на водяной бане. Берете большую кастрюлю, либо мыску с теплой водой, и предварительно, положив туда эти бутылки, прогреть. прогреть эту воду до комнатной температуры тела. Что нам нужно? Каждые 5 минут от первого позыва в туалет, теперь нужно каждые 5 минут выпивать по стакану щелочной воды. Щелочная вода, она не усваивается, она будет тоже выходить транзитом. Количество ее будет большим, нужно будет выпить около 1,5-2 литра воды. Поэтому мы каждые 5 минут пьем по стакану воды. Выпил, лег опять на грелку. Выпил, можешь, если чувствуешь, что задержка какая-то, тяжесть, встал, сделал упражнение, которое я уже до этого сказал. Потом опять лег, расслабил, и это время вода должна проходить по всему желудочно-кишечному тракту. И уже спустя какое-то время вы будете бегать в туалет чистой водой. Она будет немножко желтым окрашена, желчью, но она будет без комочков. Как только нету комочков, вы ходите чистой водой, в принципе, уже можно заканчивать пить воду, и выпито должно быть примерно 1,5-2 литра воды. Итак, процесс очистки тюбаж закончен. Вы можете какое-то время дома побыть, потому что неизвестно, все ли вышло. И до обеда вы можете спокойно походить, побыть дома, заниматься своими делами. Будет определенный такой дискомфорт, возможно, голова тяжелая, так как вы уже не ели долгое время, ваш организм будет требовать. Два гормона будут говорить «найди еду, поешь», но вы не поддавайтесь на эти чувства. Вы держите себя в руках, у вас все получится, вы сильнее ваших гормональных чувств. Итак, что нам нужно дальше? Даже воду полдня старайтесь не пить. Где-то уже в обед вы можете начинать пить чистую воду, не мешайте воду никаких примесей, не мешайте мед, не мешайте тем более сахар, ничего не мешайте. Это должна быть чистая вода. Почему нельзя мед мешать в воду? Потому что мед имеет очень высокий гликемический индекс. Во время поста на воде нам не нужно принимать никаких углеводов, никакой глюкозы, фруктозы. То есть наш организм не должен реагировать на углеводы извне, чтобы не повышался уровень инсулина, потому что инсулин это доминирующий гормон, который подавляет остальные гормоны. И если уровень инсулина повышенный, тогда процессы, которые будут запускаться в организме полезны, они не будут в это время запущены. Итак, в течение дня потом вы можете пить воду, сколько вы хотите, сколько требует ваш организм. Желательно это время проводить в каком-то действии, чтобы максимально сжечь те килокалории в ликогене, которые находятся в вашем организме, в печени, в мышцах. Поэтому можно сделать определенные упражнения, можно ходить, можно делать что-то по дому. Хорошо. Итак, понедельник вечер. Мы пьем только воду, ложимся спать, просыпаемся, вторник утро. Вторник утро это уже тот момент, когда запускаются много важных процессов в вашем организме. Если подготовка к посту была правильной в течение нескольких дней до поста вы минимизировали углеводистую пищу и максимально были на растительной пище, то уже в вашем организме идет перестройка на внутреннее питание за счет кетоновых тел. Вы можете почувствовать такие симптомы, как запах изо рта ацетона. Ацетон вызван тем, что идет распад жировых тканей на энергию, окисление жировых тканей. При расщеплении жиров неизбежным идет закисление организма. Пиаш смещается резко в сторону кислой среды, поэтому происходит небольшое чувство интоксикации, как у детей бывает ацетон. Пугаться не стоит, это процесс перехода на внутреннее питание. Следующее, что может быть, это когда вы резко встаете, может голова немножко быть такая тяжелая. Могут быть какие-то толчки в висках, либо стук в висках, либо болевые ощущения в висках. Особенно у тех людей, которые привыкли пить кофе по утрам, очень часто такие симптомы встречаются. Даже Дарик Принс в своих книгах о посте, он писал о том, что люди, которые любят кофе, они в первые дни поста всегда страдают головными болями, потому что сосуды привыкли постоянно быть суженными. Не пугайтесь этих симптомов, все это можно пережить и выйти победителем. Итак, второй день, он, наверное, тоже самый такой тяжелый, потому что организм должен перестроиться на внутриклеточное питание за счет кетоновых тел. Вторник, весь день мы тоже пьем только воду, занимаемся своими делами. Если вы чувствуете такую сильную тяжесть, усталость, лучше вам лечь, отдохнуть, потом опять встать, походить. Ну, то есть будьте в каком-то определенном таком движении. Конечно, организм в это время переходит работу энергосбережения, как ноутбук переходит в такой режим энергосбережения. Если ты им не пользуешься, экран немножко гаснет, чтобы не тратить на подсветку энергию. Поэтому тело наше тоже, не получая пищу через еду, он переходит в такой режим энергосбережения, экономии энергии, потому что он-то не знает через какое время ты будешь кушать. Поэтому, чтобы растянуть это время внутренней энергией, он переходит в такой режим, чтобы экономить те калории, которые в тебе есть. Итак, вторник, вечер, мы ложимся спать, просыпаемся в среду утром, весь день среда, мы пьем только воду, и на среду, на вечер, до 5 часов, мы должны подготовить свежевыжатый яблочный сок. Для чего нам нужен сок? Яблочный сок хорошо воспринимается каждым организмом, и в нем также максимальное количество фруктозы, и мы знаем, что организм воспринимает лишь 30 грамм фруктозы. Если будет больше фруктозы, он ее просто выводит транзитом. Поэтому нам нужно тоже создать искусственную диарею за счет яблочного сока. И что мы делаем? Мы покупаем яблоки, я запасаюсь примерно 8 либо 10 килограмм яблок, потому что у меня старая соковыжималка, она выжимает примерно на килограмм яблок, получается 300 грамм сока. Современные соковыжималки, они выжимают примерно на килограмм яблок до 700 грамм сока, то есть у них КПД больше, если брать хорошие яблоки сочные. Рассчитайте сколько ваша соковыжималка выжимает. Либо можно найти в магазине в бутылках яблочный сок без сахара, обязательно без сахара, без сахарозы, глюкозы и так далее, чтобы это был чистый яблочный сок, который там должно быть написано без сахара и это не в пакетах, не сандора, это в бутылках, это раза в 3-4 дороже, чем обычный литровый яблочный сок, который непонятно из чего сделан. В магазинах я видел, бывают такие соки, если я найду, я картинку прикреплю. Хорошо, но лучше, конечно, свежевыжатый яблочный сок. Мы берем полтора-два литра, точно так же, как мы брали воду, точно так же мы берем полтора-два литра свежевыжатого яблочного сока. При этом у нас должен быть запас яблок. Мы чистим всю кожуру, мы очищаем от косточки, от внутренней кожуры, которая защищает косточки, то есть нам нужны только дольки, мякоти яблока. Итак, 5-6 часов вечера, что мы делаем? Мы убираем все наши житейские заботы, мы садимся на диванчик, расслабляемся, приготовим этот сок из расчета, что мы будем пить за час 1 литр сока. То есть, если мы берем стакан 250 мл, то этот стакан, он должен быть выпит в четверть часа за 15 минут. Есть у нас стакан, есть у нас время 15 минут. Мы пьем его медленно, пережевывая со свиной. То есть, взяли глоточек, пожевали, выпили. Взяли глоточек, пожевали, выпили. И по глоточку в течение 15 минут мы пьем первый стакан сока. Итак, мы берем второй стакан сока, но вместе со вторым стаканом сока мы берем 2 кусочка яблока, 2 дольки яблока. Взяли, укусили, обязательно тщательно переживать, чтобы мы не глотали комки. Запили соком, укусили, запили, опять пьем в течение 15 минут, при этом закусывая, нужно в течение 15 минут съесть 2 кусочка яблока. Наливаем третий стакан, взяли 4-5 кусочка яблока, укусили, запили, укусили, запили, выпили, наливаем четвертый. Итак, мы пьем до тех пор, пока не выпьем примерно полтора литра сока. Примерно после литра, полтора литра сока у нас опять будут позывы в туалет. Если до литра сока вы почувствовали тяжесть в желудке и почувствовали, как будто этот сок еще стоит и не пошел дальше, чувствуйте, как камень в желудке. Нужно делать эти упражнения, которые я вам говорил. Встали, руки подняли, покрутили. И таким образом мы делаем помощь всему желудочно-кишечному тракту, мы помогаем перед статикой кишечника быстрее протолкнуть этот сок и избавиться от него. Для чего нужно все эти два литра сока? Потому что если вы просто выпьете один стакан, при выходе из поста организм ваш обрадуется, вау, еда, он этот стакан быстренько на свои востребованные нужды распределит и все, и он не выйдет никуда. Нам нужно сделать переизбыток. Поэтому этим переизбытком мы должны вызвать эту искусственную диарею. Для чего мы это делаем? Искусственная диарея в конце третьего дня нам нужно для того, чтобы мы очистили весь кишечник от тех токсинов, которые туда слила лимфа. Почему лимфа сливает в кишечник? Потому что кишечник работает в двух направлениях. Первая функция кишечника это когда мы едим пищу, это усваивать пищу, усваиваются микроэлементы, усваиваются все полезное, через стенки кишечника проникает в воротную вену, передается 70% всей крови идет через эту воротную вену, в печень, в печени перерабатывается, распределяется все по организму, все правильные минеральные вещества, все правильные процессы идут, печень работает примерно там 500 функций у печени, вот это все распределяется, это первая функция нашего кишечника. Вторая функция нашего кишечника это канализация. у всех у всех есть канализационные трубы и эти трубы сходятся от квартир разных в один стояк канализационный потом уходит в большую канализационную трубу. Вот кишечник это канализационная труба, куда лимфа делает сток всех тех мертвых клеток переработанных, все отходы, все токсины, все лимфой сливается кишечник. Да, лимфа еще тело избавляется от токсинов при помощи пота, когда мы что-то делаем, потеем при помощи мочи, но основную функцию выполняет кишечник. Итак, вы три дня ничего не ели. За эти три дня в ваш кишечник был определенный сток токсинов, токсических переработанных клеток и так далее. И это нужно утилизировать. Если вы просто после трех дней решили поесть, вы поели и с этой пищей начнет усваиваться эти токсины обратно в кровь, опять идет по кругу, зачем вам нужна лишняя интоксикация от своих же токсинов, от них надо избавляться. Поэтому с помощью двух литров сока мы вызываем эту диарею и это все транзитом выходит, вымывается та лишняя желчь, которая насобиралась в течение этих трех суток в желчном пузыре, она тоже выходит и тем самым мы очищаем свое тело от тех токсинов, которые были в течение этих трех дней поста. Бегаем в туалет, пьем сок, бегаем в туалет. Итак, закончили пить сок, еще немножко времени побегали в туалет, на часах уже будет часов 8-9, вы уже можете расслабиться, никуда не спешить и приготовиться ко сну, когда уже все процессы пройдут, вы можете лечь спокойно, спать, ничего не надо есть, оставьте свой желудок сейчас в покое, вы должны просто отдохнуть, выспаться. Итак, четверг утро, я вам бы советовал не начинать его с еды, как можно на дольше, на больше оттянуть завтрак или вообще убрать завтрак, включить свой организм к приему пищи, скажем так, как можно дольше. Рекомендует после обеда, рекомендует после 3-4 часов вы можете что-то поесть, но если уже так сильно хочется, вы имеете полное право начать кушать, но первый совет, вы не должны сейчас есть углеводистую, высокоуглеводистую пищу, тем более сложную пищу, допустим, нельзя выходить мясом, мясосодержащими продуктами, потому что мясо это высокомолекулярный белок, который для расщепления на аминокислоты проходит очень много разных стадий, и это очень тяжело и энергозатратно для организма, поэтому желательно выходить из поста только легкой, здоровой пищи, то есть это опять же капусточка, салатики, морковочка, помидорчики, огурчики, то есть это знакомая для вашего организма пища, которая легкая и которая не вызывает резких скачков инсулина, выход из поста опять не должен сопровождаться резкими скачками инсулина, то есть не нужно быстренько делать чай с медом, с сахаром тем более, не нужно есть сейчас сухофрукты, нужно побыть еще в этом состоянии, когда тело питается на кетонах, то есть нужно поддержать свой организм желательно растительной пищей, вот, как можно дольше и потом мы выходим добавляя углеводистую пищу, то есть это будет примерно 200-300 грамм углеводов первый прием пищи, вот, не больше, потом следующий прием пищи увеличиваем 400-500 грамм углеводов, то есть постепенно вводя углеводы в свое тело. Для тех, которые почувствовали действительно легкость в своем теле и когда ваш организм перестроился на питание на кетоновых телах, вы почувствуете прилив энергии, вы почувствуете как ваш ум начинает быстрее соображать раза в два, в три, вы почувствуете действительно легкость, почему? Потому что кетоновые тела они дают энергию больше, чем углеводистая пища. Вы можете также в это время еще побыть сколько вы хотите дней на кето-диете. В интернете очень много об этом написано, про кето-диету, особенно тем, кто имеет лишний вес, вам можно спокойно месяц-второй побыть на кето-диете. То есть, вы делаете свой рацион из расчета того, что ваша пища будет не углеводистая, а белковая и жирная. И углеводов будет там всего лишь 5-7-8 процентов. Это будет польза для того, чтобы вы могли максимально избавиться от жировых отложений в своем теле. При этом ваш организм будет оздоравливаться, не будет скачков инсулина от поступления лишних углеводов ваше тело. Это то, что я хотел сегодня сказать по практической части трехдневного поста. Пусть этот пост он принесет благословение вашим духу, душе и телу, чтобы в целостности наше тело оно было гармонично, чтобы в это время максимально тело оно было в смирении перед Богом и наше тело оно получило максимальное оздоровление от тех процессов физических, научно доказанных процессов, которые происходят в нашем теле. Дополнительный бонус к тому, что мы в это время смиряем нашу душу, в это время мы максимально высвобождаем духовные чувствования, но и большой бонус это оздоровление и соблюдение чистоты нашего тела. Поэтому, дорогие друзья, я благословляю вас.